«Синяя птица» – мюзикл с таким названием поставила творческая группа столичной гимназии номер пять. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Ученики пятой столичной гимназии, как и в песне «Синяя птица» группы «Машины времени», отправляются на поиски птицы счастья. «Лети за мечтой» – так звучит слоган мюзикла, который подготовила творческая команда гимназии в честь ее десятилетнего юбилея. Это чисто проект, не профессиональный, но задача и цель была подумать, почему мы с такой радостью ходим в свою гимназию, к чему она учит. Это все объединяет. Цель – объединение и понимание, как нам дальше, на следующее десятилетие идти. С целью объединиться организаторы справились. Ученики, преподаватели, родители и даже выпускники вместе шили костюмы, писали сценарии, режиссировали. А некоторые родители не только помогали за кулисами, но и сами вышли на сцену. Я играю роль самого себя, я играю роль отца. Отца, который всеми своими силами пытается защитить и направить свою дочь, своих детей в этой жизни. И говорит ей о том, что он всегда будет с ней рядом. Но все же главными героями мюзикла стали ученики гимназии. Я играю в этом спектакле «Гаджета». Ну, это как бы очень злобная роль. Ну, не так уж и злобная. Но я там не хочу, чтобы дети нашли и отыскали синюю птицу, потому что они будут вредить городу. Но на самом деле это не так, синяя птица. Это счастье для людей. Я хочу рассказать о том, как живут гимназисты в более волшебном формате. И донести то, что счастье доступно каждому человеку. Не нужно никуда идти. Счастье всегда оказывается перед нами. От классики до тяжелого рока зрители ощутили весь спектр разных музыкальных жанров. Веселились, смеялись и даже прослезились в трогательных моментах. А ученики пятой гимназии показали себя не только как актеры. Например, ученица одиннадцатого класса Настя Анишина выступила в роли хореографа мюзикла. Мне очень нравилось работать с детьми. Тем более, это практически мои сверстники. У нас очень дружный коллектив, большая масса народу. И, соответственно, были трудности, было много преград, которые нужно было пройти. Наши дети замечательные. Они нас слушаются, хотят творить. Ведь все это благодаря нашей гимназии. Я думаю, все получилось. Мы хотели, мы старались. Две недели постоянных репетиций не прошли зря. Мбурный аплодисмент и лучшая награда артистам. Кстати, теперь такие спектакли планируется ставить ежегодно. Мечтай, не отступай, и сердце не тянись.